Это, конечно, хорошо, что мы сюда приезжаем, потому что так надо делать. Сюда необходимо приезжать. Вы сюда можете приезжать не только... Допустим, мы сюда на субботу приехали, потому что так не получается, да? Дело в чем заключается? Магнитогорск, он весьма интересный город, да, но Магнитогорск работает круглые сутки, представляете, да? Так вот, и если ваша жена также работает круглые сутки, надо просто собрать то самое время, когда вы вместе с женой и вместе с ребенком можете сюда приехать. Причем можете сюда приехать утром, днем, вечером, без разницы. Даже если что, вы можете и ребенка со школы отпросить, потому что, извините, он посмотрит, что такое и как выращиваются лимоны. Поэтому необходимо это приехать сюда. Как сюда приехать, это, извините, Наровчатский лимонарий. Телефон есть, и вас здесь ждут всегда. Свой очередной визит в Наровчатский лимонарий вызвал у нас удивление. Понятно было бы, чтобы сюда приехали школьники, но как понять, что сюда приехал класс? Школьникам, по сути, надо показать то, чего нет нигде. А это сад, причем с ног сшибательный сад. И до ближайшего комплекса такого типа от города 550 километров. И согласитесь, школьники бы такого не выдержали. Но здесь за 20 минут и вы со с ног сшибательным удовольствием получаете информацию. Чем ли это не радость то? Алексей, скажу бесспорно. Тот момент, что это уникальный комплекс лимонарий, который даже сургутские коллеги называют магнитогорский лимонарий. Дело в том, что здесь мало того, что они ознакомятся с различными растениями, которых мы не видим в округе. Кстати, у нас ближайший ботанический сад за 500 километров. Как-то так, да? В Челябинске. А вот здесь они, во-вторых, они дышат. Вот то, что наши травы, растения, наши ананасы, мандарины. И это чудо, что у нас у магнитогорска есть одна еще визитная карточка. Это лимонарий. Вот, а во-вторых, вот сюда можно приехать зимой. Вот заснеженная магнитка, на тыл фронте скользко там, все. Но здесь красота, вот светет все. Вы знаете, Алексей, вот другого варианта нет. Помнится, в своем прошлом сюжете мы вам рассказывали о лимонах и их чудесной сущности. Но понять-то надо. Обычный лимон размером своим уступает сорту, выращенному здесь. Но что же такое сорт юбилейный, а? Я всегда хотел изучить китайский язык. По одной простой причине. Сейчас китайский язык, он даже более чем очевиден. Даже невзирая на то, что я великолепно знаю английский язык. Но кое-что. Лимон. Слово ли это лекарственный. А мон это плод. Вот. Вот такие сорта здесь растут. Что такое в моих руках? В моих руках сорт юбилейный. Это искусственно выращенный сорт. И... А опылялся он следующим образом. Был такой сорт новогрузинский. Такая маленькая штучка, представляете, да? Вот. И его опылили сортом ташкентский. И выросла вот такая штука. Представляете, она шикарная штука. Она для вас работает. Мягко говоря, она тут все это дело и опыляет. Вот. Я не совсем понимаю, но похоже так и получается, что здесь все в сорте юбилейный. Представляете, хотя есть и другие сорта. То есть надо понять, да что это такое. Таких вещей не много. Такую вещь вы можете дома себе позволить. Потому что здесь вы можете купить лимончики маленькие. И в результате рано или поздно у вас вот такой сорт появится также дома. Другой вопрос. Где вы будете это дело растить? Если вы будете растить это дело в небольшой емкости, то тогда больших не получится. Уж поставьте сразу большую емкость. Ну, примерно где-то литров, наверное, на 100. И тогда все то же самое будет у вас в городе Магнитогорске. Хотя не только город Магнитогорск. Сюда приезжает большое количество других людей. И почему бы и нет? Представляете, и Сургут сюда приезжает, и все остальные вещи. И все понимают, что такое лимонарий. Обыкновенный, норовчатский, суперлимонарий. А так-то понять надо. Здесь в замечательных условиях растут более 400 видов растений. Ранее здесь не произраставших. Я понимаю, что когда мы здесь были в первый раз, здесь росли в большом количестве лимоны, в меньшем Папае, чуть-чуть гранаты и фейхуа. Но сейчас понять-то надо. 400 видов, и это не предел. Ну, наверное, я бы назвал это все-таки то место экологического порядка, где, тем более в нашем городе, в Магнитогорске, ну, что здесь скрывать, понятно, что... Приятно, что дети приезжают сюда постоянно. Здесь экология, здесь та атмосфера, те, наверное, фрукты, которые растут, да, в лимонарии. Соответственно, конечно, это очень приятно. Это интересно и для детей, и для взрослых. И мы, наверное, все-таки ставим первую очередь задачей, все-таки экологию в нашем городе. Это, ну, что скрывать и так далее. Поэтому я думаю, что те места-то, дислокация, куда люди приезжают, это праздник всегда, это всегда интересно, это всегда заманчиво. И, конечно, мы, даже я взрослый человек, приехав сюда, я понимаю, что здесь есть вещи, которые, ну, наверное, мне интересны. А теперь давайте переговорим о том, что, конечно, хотелось бы нам посмотреть тропики, да? Но тропики это далеко. Поездка сюда сколько стоит? Да. Безусловно, то есть ценовая политика, конечно, здесь копеечная. И, наверное, это больше, наверное, социальный проект, по сути, своей. Мы все, конечно, хотим там за границу, то есть и прочее. То есть хорошо там, где нас нету, безусловно. Вот, но давайте все-таки больше будем смотреть на вещи, которые находятся возле нас. Давайте поддерживать все-таки то, что находится вокруг нас. Это нормально, это социально. И Микаса, это даже патриотично. Почему нет? Конечно, все познается в развитии. А лучшая радость за тех, кто это делает. Они не скурвились, как рядом стоящее Наровчатское тепличное хозяйство. Да и зачем? Они вам дают то, что вы должны понять, а лучше вкусить. Если вы смотрите все это дело по телевидению, это хорошо. Но если вы смотрите это дело по интернету, вот это для вас нужно. Потому что, посмотрите, пожалуйста, в телевидении это классно, да? Но вот то, что я даю через интернет, а найти-то меня просто, и это несложно делается. На YouTube выбивайте, моя дивная фамилия Челейкин. Там все сразу станет понятно, да? Я вам в действительности рекомендую, как лимонами можно лечиться. Причем вы можете лечиться и не только от простуды и всех остальных вещей. А теперь вернемся на YouTube. Так вот, вы прекрасно понимаете, что у меня за проблема, да? Онкология, глиобластома, четвертая часть. Четвертая степень. То есть, ну, по сути, уже и должно быть нехорошо. Вот. Я, конечно, тоже пропил химию, да? В течение года я ее пил. Химия вещь очень-очень клевенькая такая. Вот. Первостепенно я ее скушал. И сразу с унитазом я общался в течение 25 раз за сутки. Представляете, какая классная штука была? Потом мне дали противорвотные вещи, да? Вот. Я, естественно, их съел, но там надо тоже понять, что в отличие от антибиотиков, которые вы принимаете, и вам, ну, после четвертой дозы становится просто шикарно. То есть, три дня вам нехорошо, да? А потом становится хорошо. То с химией немножко все по-другому. То есть, первые три дня еще более-менее нормально, а потом уже становится вообще все плохо. Уж поверьте мне, я это дело испытал. Вот. Испытал я все это дело не в России. Потому что в России химия каких-то космических денег стоит. То есть, если брать темодал, который я там ел, да, и то, что делается в России, цена в 30 раз выше. Представляете? 1200 рублей у меня на 3 месяца было, да? Ну-ка на 30 раз умножьте и в течение года. То есть, ну, грубо говоря, почти 5 миллионов. Но таких денег-то и нет. Я, конечно, все понимаю, но зачем на нас, на больных онкологии делать деньги? Ребята, вам, вы уже, по-моему, сколько вы можете себе строить дома на наши деньги? Объясните мне. Я уже устал. Это так не делается. Поверьте мне, я, конечно, мог бы сделать это все и в Китае. То есть, там на 3 месяца мне обошлось всего 300 долларов. То есть, есть две вещи. И, по сути, вам, всем, которые вы заболели онкологией, у людей, которым прописана химия, вы уж либо ко мне зайдите, там тоже несложно. Я вам просто все это дело объясню, где все это делается. Но съездите в Китай. Я, конечно, понимаю, что нам не получается все это дело купить здесь, в России. Я не понимаю, для чего это сделано. Что такого простого было бы? Всем больным онкологии разрешите себе покупать химию забугорную. Что в этом сложного? Вы опять на этом хотите деньги заработать? Я этого не понимаю. Вот. Сейчас естественный вопрос. Тоже цена в Турции выросла в разы. Ну, значит, поедем в Китай. Что касаемо Китая и Индии. Цены примерно абсолютно одинаковые. И Китай, и Индия две практически... Китай, это, понятно, коммунистическая структура, да? Индия, это очень-очень рядышком с коммунизмом. Просто надо подумать о том, чем мы занимаемся, да? То есть, я еще хочу попробовать Египет. То есть, я в Каир хочу съездить, потому что Каирская медицина, это самая древняя медицина. Помните, да? История прошла с Каира. Там все это дело лечилось, там все это дело работало. И поэтому не надо особо говорить, кто справляется с онкологией. Российская, ну, понимаете, что такое Россия, да? Грубо говоря, еще 100 лет-то не прошло, когда российская, советская медицина началась, понимаете? А по онкологии мы когда начали работать? С 85-го или 84-го года, когда перевели первую английскую штуку, где я описывал с онкологией. Представляете, да это просто людей хоронили. Ну, такая штука-то и была. Вот. Хотел бы там посмотреть. Но с другой стороны, Индия, ну, это тоже древнейшее государство. И население 2 миллиарда человек. Китай, население 2 миллиарда человек. Что такое магнитогор? Что такое вообще Россия, да? 130 миллионов. Представляете, там 4 миллиарда человек. Они как-то нормально работают, правильно? И у них все нормально, и я там сколько ездил по Индии, я нигде не видел, что люди трупами валялись. Бред, то есть, бред с сивой кобылы. Я на Гуа даже руки ни разу не был. Представляете, ничего там не прицепилось? Три раза я там, все было шикарно. Вот. Понятное дело, что все, кто работает с онкологией, там прекрасно знают английский язык. И в Индии, естественно, потому что это второй язык. Вот. Естественно, в Китае тоже. Поэтому, прежде, и если вы заболели, или даже, может быть, не заболели, ребятки, рано или поздно, вам чуть-чуть раньше надо это сделать, завести себе загранпаспорт. Представляете? Ну, не дай бог такое бабахнуло. Поверьте мне. Понятно, что с онкологией может справиться только тот, кто работает головой, телом и всеми остальными. Я тоже пухчу. Я так же работаю, понимаете? Вот. Есть такие вещи, которые вам необходимы. То есть, понятно, химия была, да? Но вместе с химией я пропил еще и гранатовый сок. Такая штука весьма классненькая. Там глаза становятся квадратными. Вот. А сейчас я понял, что у нас рядышком с Магнитогорском есть замечательнейший, замечательнейший лимонарий. Я посмотрел внимательно. И сказали, что лимон, вот этот лимон, он сто раз лучше всякой химии. Представляете, да? Вам сюда не надо ездить. Все, кто болеет, обязательно посмотрите эти сюжеты. Они в интернете. Просто сделайте это. И всем своим больным онкологии, их много, кстати, 65% у нас умрет от онкологии. Это нормальное явление. Но в связи с тем, что есть люди и есть стремление людей побороться с онкологией, это надо делать. Что вы говорите? Ну и что? Ну и что, что у меня онкология? И что такого-то? Я так же с вами работаю. С этим ничего не случилось. Ну вот, сюда приезжайте, возьмите себе. Я себе делаю следующий образом. Беру этот лимончик, да? Каждый божий день делаю следующим образом. А так я его разрезаю. Даже понятен результат. Представляете, как вам сюда приехать и взять замечательный лимон сорта юбилейный. Я сейчас просто это дело объясню. Берете вот так вот, да? Вот так вот удаляете. Ой, какая-то штука классненькая. Семечки удаляете спокойненько, да? Вот. Так. А потом просто так же с цедрой, потому что в лимоне все полезно, понимаете? Вы едите его целиком. Так же, какие? Конечно, не каждый это сможет сделать, но у кого кислотность пониженная, это делать легко. Вот так вот. Даже понять надо, что если мы будем работать с нашим лимонарием, будем жить вместе с лимонарием, то, наверное, мы дадим всем жителям России один замечательный повод. Представляете, да? У нас рядышком растет лимон, который сто раз эффективен любой химии. И рано или поздно мы всем покажем, что, оказывается, с онкологией Магнитогорск может бороться и работать круче, чем остальные вещи. Представляете, какой это город и какое-то место замечательный на Ровчатске лимонари. Вкус просто обалдеть. А теперь глаза стали квадратными, ближневосточными. Вот так-то все. Вы должны, да нет, вы обязаны приехать сюда. Я привез сюда своих товарищей, видевших за 42 года Турцию всего два раза. Да, по сути, даже Турция не нужна вам, потому что здесь растет все то, что сделано для вас. Дорогие мои магнитогорцы и гости города, доехать сюда три секунды, либо машина, либо до Агаповки. Это просто. Здесь не магнитогорское такси. Да приезжайте. За мизерную сумму вы поймете, что рай на земле возможен, и он где-то рядом. Вот мы сегодня поговорили о том, что у нас существует сорт юбилейный. Хорошая штука, потому что я этот юбилейный тоже кушаю и получаю от этого максимум удовольствия. Представляете, другие сорта кушаешь, но аромат-то не тот, а здесь все красиво. И цедру я съедаю, и все, что нужно. Вот. Кстати, и рекомендую все-таки сюда приехать и взять. Ну, по-честности, это мне получается, я беру, ну, грубо говоря, 4 лимончика на недельку. Это мне хватает. То же самое можете сделать и вы. Ну, может быть, вы не сможете 4 лимончика съесть, но, по крайней мере, 2-то точно. А приехать сюда, естественно, необходимо. И как сюда приехать, и что это такое? Это на Ровчатской лимонарии. До сюда доехать вообще никаких проблем нету. Мы сейчас ездили от центра города, доехали буквально за там 10 минут. Поэтому приезжайте. Вопросов никаких у вас уже не будет. Вот.